Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет видео о том, какие находки мне попались в наших секондах. И все, кто впервые на моем канале, я хочу представиться. Я живу в Канаде и показываю на своем канале, в своих видео, украшения винтажные не очень. Также я очень люблю шоппинг, очень люблю магазины, хожу по магазинам, делаю примерки. В общем, все это не с серьезным видом какого-то стилиста, а просто человека, который... Как вот с подружкой вы ходите по магазинам, примеряете, вам что-то подходит, не подходит, вы смеетесь, вам смешно, весело. И вот такого вот плана у меня примерки, но и также украшения. Сегодня видео про украшения. Ой, я уже схватила ножницы и начала обрезать. Сейчас, этикетку, я хочу вам предварительно, прежде чем мы начнем показ, рассказать, что... Я живу в пригороде Торонто, где-то полчаса из-за даунтауна. У нас довольно дорогой город, довольно такой, ну, зажиточные люди в нем живут. И когда-то я в секунды ходила наши и очень много всего находила по причине того, что у нас, ну, вот люди такие небедные и у них много было украшений. Пожилые какие-то люди, они там отдают свои вещи, которые мне очень нужны, поэтому было очень много винтажа, хорошего, дорогого. Но в последнее время, во-первых, жутко поднялись цены, во-вторых, этого стало совсем мало. Я решила отъехать немножко от своего города, от, так сказать, города, который близко находится к Торонто. Я отъехала где-то еще полчаса езды от нас. Девочки, которые живут в Канаде, это... Я была в городе, который называется Хамильтон. Это где-то час езды от Торонто. И там совершенно другие цены и совершенно другие магазины секонд-хенда. Там меньше брендовых дорогих украшений, но их, во-первых, очень много, потому что вот у нас в городе реально... Вот, заходишь в секонд, и там просто пусто. Вот там, где украшения, отдел, там просто пустые полки и пустые эти крючки, потому что все разбирается или не доходит до зала. Все оседает, видимо, в карманах продавцов или менеджеров магазина, которые тоже любят стоять в винтажные украшения, еще больше любят их продавать. А вот там как-то, во-первых, очень всего много, во-вторых, все намного дешевле, но меньше брендовых дорогих украшений, которые, в общем-то, известны, так сказать, названия, компании, ювелирные, бижутерные компании, которые мы все знаем и любим. Вот, и вот в таком магазине я закупилась, и буду сейчас вам показывать, что я нашла. Значит, я начинаю с таких вот бус, которые мне достались за 4,99, за 5 долларов. Я хочу сказать, что для наших цен сейчас это просто очень дешево. Такое было длинное оступление, я смотрю на часы, я надеюсь, что вы меня простите. Итак, для наших секондов это очень дешево, потому что у нас сейчас все стоит 6, 7, 8, 10 долларов. В общем, вот такие вот цены, иногда начинаешь думать, стоит ли вообще оно того. Эти бусы, по-моему, винтажные. О, как всегда, у меня за окном. У меня, правда, окно закрыто, но у меня что-то пилят соседи, что-то стригут траву, делают ремонт какие-то там. Я надеюсь, что вам не слышно. Очень красивые белые, такие, знаете, вот классические винтажные, на мой взгляд, бусы. У них нет никакого опознавательного знака. Есть только вот такая вот застежка, которая очень похожа на застежку бренда De Orlan канадского. Но дело в том, что этот бренд De Orlan, у них обычно бывает, ну необычно, но бывает, просто такой шилдик висит. А здесь шилдики иногда теряются. И вот застежка, которая остается, и которая не имеет бренда, но по форме очень напоминает. Хотя, если честно, я не могу сказать 100%. Но, тем не менее, вот видите, нет никакого обозначения. Сегодня такой странный цвет, какой-то желтый, такой, знаете, ламповый получается, ламповое видео. Красивые, просто обычные белые пластиковые бусины с интересными такими двумя вставками. Вот так вот это выглядит в полную длину. Они не очень длинные, не очень короткие. Я все, конечно, примерю. Вы знаете, что на моем канале я обязательно делаю примерки своих украшений, которые я показываю. Вот такие вот приятные симпатичные бусы. Летние, хорошенькие такие, очень миленькие, без опознавательных знаков. Но, по ощущениям, по моим, они винтажные, потому что очень качественно, хорошо сделаны. И даже вот этот вот пластик на бусинах такой плотный, хороший, тяжелый. Мне попалось... Это вещи не винтажные, скорее всего. И, скорее всего, они современные. Но, вы знаете, я решила их взять вот за 7 долларов, такой целый набор. Опять же, повторюсь, это очень дешево. А там было их несколько. Может быть, какой-то магазин принес. Потому что эти магазины charity. То есть, это магазины непрофитные организации, которые продают. И все деньги, которые они получают, они отдают в... Ну, не красный крест. Как это называется? Ну, в общем, donations. В донацию. Девочки, простите, забываю русский. Я не могу вспомнить, как сказать правильно. Поэтому иногда просто, допустим, магазины какие-то, в мастерске, у которых остаются украшения, они отдают свои вещи им, чтобы, как бы, они заработали на этом. И вот я нашла таких два набора. Они, естественно, конечно, сделаны в одном месте. И это такие клипсы. Здесь есть цена. 22,50. Хотели продать, но, видимо, не продали. И отдали в донейшн. Я подобрала. Почему? Я сейчас вам скажу. Они, во-первых, очень похожи. И очень хорошо качественно сделаны. На них нет никаких познавательных знаков. Вот видите, просто написано, что это сережки, клипсы. На мешочке тоже ничего не было. Только вот цена вот этого секунда. Вали вилочка, где я все покупаю. Они такие интересные. Знаете, клипсы сделаны. Вставка вот эта вот с какой-то петелькой. Как будто бы это из пуговицы сделано. Это очень интересный дизайн. Так странно. Зачем эта петля здесь? Может быть, для... Ну, в общем, не знаю. Может быть, какой-то магазин где-то закупил в Китае. Даже, может, на каком-то веб-сайте. А потом не продал. И вот теперь вот решили отдать их в секунд. Ой, я неправильно положила. Вот этот вот, значит, два набора. Их было много. Я купила два. Вы знаете, иногда вот мы с девчонками, с подружками очень любим делать друг другу разные маленькие подарочки. На... Ой, что-то у меня здесь... Грязюка какая-то. На какие-то маленькие праздники. Или просто так мы собираемся все вместе. И мы дарим какие-то подарки. И я подумала, что это может быть неплохим подарком. Потому что они, в принципе, вещи новые. И, на мой взгляд, очень симпатичные. И это можно подарить. А может, я себе оставлю. В общем, посмотрим. Просто они похожи. Может быть, одну оставлю, выберу. А вторую подарю. Вот такой вот формы. Конечно, это не винтаж. Но сделано очень хорошо, качественно. Вот такая вот красивая, прекрасивая цепочка. Боже ты мой, как у меня все запуталось. Двойная цепочка. Вот такой вот кулон. Простите меня за балаган, который я тут устроила. Вот такой вот кулон. Квадратный. Желтый с белым металл. Вот такая вот вставка с петелькой внутри. Не знаю, что бы это значило. Но она такая тяжелая, массивная. Очень хорошая цепь. Хорошая застежка. Красивая цепочка. Не легкая, не какая-то такая, знаете, чиповая, дешевая. А очень, в принципе, хорошие, симпатичные вещи. И второй набор. Вот такая вот, вот такой вот медальон. То же самое, вот с такой вот, с петелькой. Не знаю, что бы это ни значило. Но очень красивая цепь. Посмотрите, как хорошо сделана цепь. Даже вот здесь, вот, возле застежки, имеется украшение. Это, в принципе, говорит о том, что это делалось не по дешевке. И вот такие вот клипсы. Очень симпатичные наборы. Я думаю, что они мне пригодятся. Или самой. Или вот на подарок. Каким-то кому-то из моих девчонок. Я думаю, что кому-то они подойдут и понравятся. Следующее украшение я должна поискать браслеты. Видите, тоже цена. 3,99. Цена невиданная для секондов в городе, в котором я живу. Вообще таких цен нет. Значит, это серьги. Мексиканские серьги. Здесь есть маркировка, которая здесь написана. Это не серебро. Это называется альпака. Альпака Мексика. У меня есть несколько браслетов таких. Я, честно говоря, сначала, когда-то я купила пару браслетов. Я, наверное, сейчас их принесу, вам покажу. Я думала, что это серебро. Очень надеялась, что это мексиканское серебро. Но это не серебро. Это альпака. Видите, вот так вот она сделана. Какая-то техника такая у них. Знаете, похоже на, как есть глазаны, перегорочатая эмаль. Но это не совсем. Это не то. Видите, это тоже эмаль и перламутр. Как-то вот оно так вот выложено, проложено. Знаете, я сейчас принесу свои браслеты. И покажу вам, что у меня есть. И вы посмотрите, к чему я купила эти серебро. У меня есть вот таких три браслета, тоже купленных когда-то у нас в Секонде, в другом магазине, не в этом. Вот такой вот цвета морской волны, тоже с перламутром, необыкновенно красивый. На каком-то из них тоже здесь вот есть маркировка. Вот это альпака Мексика. Я знаю эти браслеты, они известны, в общем-то, нашим коллекционерам. Вот такой. И вот этот, который я думала, что подходит. Но он немножко другого цвета. Хотя сюжет похож и перламутр похож. Но, в принципе, можно носить вместе. Они очень похожи по дизайну, по идее, по задумке. Так что, в принципе, я думаю, что вполне можно будет носить эти серьги с этим браслетом. Я вообще очень люблю вот эти вот украшения мексиканские. Мне они очень нравятся. Этнические такие, необыкновенные, красивые. Еще одно украшение, которое я нашла и которое тоже стоило очень дешево, всего лишь 3,99. Ну, я говорю всего лишь, потому что я, опять же, отношусь к нашим ценам нынешним. Я, конечно, еще раз обязательно поеду в этот магазин. Но пока что вот то, что я там находила, я вам показываю. Интересный такой цветок. Конечно, это винтажная брошь. Как я представляю себе, винтажные вещи. Вот глядя даже на застежку. Такая застежка плечики. Это где-то, наверное, 70-е. И также по сюжету маркировок никаких нет. Но вот такие вот цветы были очень модны в те времена. Где-то в 70-х годах. Простенький такой минималистичный дизайн. Единственное, что меня в ней смутило, я не знаю, так должно быть. Скорее всего, что нет. Но почему-то это очень странно выглядит. Видите, вот этот вот лепесток. Он как будто бы с него сошла эмаль. Но она сошла настолько аккуратно. То есть сошла абсолютно 100%. Ни капельки, ни одной пятнышки, ни одной точечки не осталось. При этом все остальные листья, центральная часть и вот этот листик зеленый. Абсолютно нет ни одной потери эмали. То есть это очень странно. Если бы она как-то немножко сошла и остались бы какие-то следы. Или вот здесь на других цветочках были бы какие-то тоже сходы эмали. То я бы как бы это поняла. А так вот так вот странно. Вот один лепесток полностью абсолютно. Может быть он начал с него сходить эмали. И хозяйка броши решила ее почистить. Просто снять всю эмаль с лепестка. Таким образом придать ему более аккуратный вид. Но тем не менее. Вы знаете, мне кажется, что это выглядит как будто так и должно было быть. Хотя, конечно, это маловероятно. Но меня не испугало вот этот вот один лепесток. Мне кажется, что в этом даже есть какая-то оригинальность. Такая забавность, что вот один лепесток такой непрокрашенный попался. Но так цветочек миленький, аккуратненький. Такой, знаете, совершенно неказистый, я бы даже сказала. Но при этом такой вот именно милая такая ромашечка, которая очень так на лето будет замечательно. Какому-нибудь, какой-нибудь джинсовой куртке или жакете. В общем, хорошая расцветка такая бежевая с зеленым. То, что надо. Следующее я нашла два колье. Сейчас вам покажу их по очереди. Они стоили мне... Вот это стоило 5 долларов. На мой взгляд, это такое явно колье с 80-х. Я даже помню. Я настолько взрослая, большая девочка, что я помню даже вот эти вот фасоны. Когда я была молодая, вот это вот все было в моде. На нем нету никаких маркировок. Нет, нету. Хотя какая-то есть интересная с обратной стороны такая насечка. Цепочка. Помните, я нашла Christian Dior колье? И там была очень похожая цепь. Тоже 80-х годов. На застежке тоже нету никаких маркировок. Хотя, опять же, повторюсь, застежка мне напоминает форму застежки Dior. Опять же, может быть, шилдик потерялся. А может, я просто придумываю. Видите, вот такая вот застежечка. Колье простенькое. Ой, единственное, что вот у меня здесь. Сейчас все поправим. Простенькое. Тоже такой, знаете, такой дизайн. Очень 80-х. Ишь 80-х годов. Потерян, по-моему. О, вот сейчас я нашла. Видите, потерян кристаллик. Ну, это небольшая проблема. Видите, как-то, когда я снимаю, я нахожу, нахожу потери. А так не видела глазами. Вот так вот я приблизила и увидела. Жалко. Ну, ладно. Стоило оно недорого. Даже это, в принципе, не очень-то и видно. И вот такое вот интересное колье, которое у меня уже расстегнулось по ходу. Сейчас мы его застегнем. Это для тех, кто любит 80-е, кто любит вспомнить молодость. И второе колье, на мой взгляд, оно тоже, оно очень похоже на предыдущее. Тоже из тех же 80-х. Синяя эмаль. Тоже стоила 4,99. Очень похоже, что, как будто, вы знаете, от одного человека. Потому что очень похожий дизайн и похожие колье. Может быть, кто-то любил вот именно вот такой дизайн. У кого-то было несколько их. Вот такая тоже интересная застежка. Тоже никаких познавательных знаков нету. Нету ни на колье. Но я нашла в интернете точно такое же. В продаже. Видите, вот никаких знаков. И там только оно было золотое. Я нашла золотое, по-моему, с синей эмалью тоже. И оно стоило прилично. Так пытались его продавать. Продавали долларов за 60. Там было написано, что это винтаж, 80-е годы. Ну, в общем, и так видно, что это винтаж, что это 80-е годы. Ну, я, в общем, помню вот эту моду на эти колье. И как мы их носили. Такие вещи. Так что мне оно напоминает мою молодость. Следующее это украшение. Вот такое вот тоненькое, изящное колье. Тоже стоило 3,99. Опять же, повторюсь, это баснословно дешево для такого типа вещей. Потому что вещь явно винтажная. Так, что-то у меня здесь застряло. Вот такое вот красивое колье с перламутровыми вставками. Видите, здесь немножко оно съехало. Видимо, кто-то клеил, переклеивал. Возможно, оно оторвалось, отвалилось. Но это тоже можно отмочить и снова приклеить ровно. Все остальные вставочки на месте. Все абсолютно целые. Хорошо приклеенные. Обратная сторона выглядит таким вот образом. И маркировок нет. Есть... Ой, нет, есть маркировка. Простите. Боже мой, это даже кора, представляете? О, ничего себе. Кора за 4 доллара я купила. Я даже... Я такая лошица, я даже не заметила в магазине. Представляете? Вот сейчас при съемке только заметила. Прекрасное колье. Тем более прекрасно, что это кора. Нежное, очень такое скромненькое. Но очень милое колье. Вот такая вот цепочка. И да, украшение кора. И у меня есть к нему браслет. Сейчас я посмотрю, это тоже кора или он безымянный? Браслет безымянный. Браслет безымянный. Купленный мной давно. В другом секунде. Ну, довольно давно, может быть год назад. В нем нет никаких маркировок. И в принципе, он не выглядит как комплект с этим колье. Потому что, во-первых, немножко другой цвет металла. Здесь металл все-таки желтый. А браслет более такой... Ну, вы знаете, трудно сказать. Он может быть... У него такой трудно определяемый цвет. В общем-то, белый. Но, в принципе, вот изнутри он немножко такой лимонное золото, желтовато. И такой же, в принципе, по цвету. Я надеюсь, что вам не очень мешает жужжание за моим окном. Соседи что пилят. По цвету вот такой же... Такой же... Такой же металл. Но они очень похожи. Они не похожи по дизайну. Здесь такой браслет массивный такой. Единственное, что у меня в нем... Видите, здесь, по-моему, потеряны несколько жемчужин, которые надо бы поставить. Но я так и не собралась. Но те же самые вот эти вот перламутровые пластинки, которые очень между собой друг к другу подходят. И в том же магазине я купила... Правда, уже дорого. За 8 долларов. Как я сначала подумала, что это клипсы. И когда я их увидела, я решила, что у меня собирается прекрасный комплект. Но оказалось, что это не клипсы. Но, тем не менее, я держала в руках уже вот это вот колье. И увидела в витрине лежал вот эти, как мне казалось тогда, клипсы. Которые я подумала, что они очень подойдут к этому колье. В принципе, тоже форма и дизайн отличаются. Но вот эти перламутровые вставки, они как бы делают... Между ними дают как бы общий мотив. Они даже, наверное, больше подойдут к этому браслету. Потому что, видите, в браслете здесь много... Много он такой массивный. И здесь тоже много всяких деталей. Но, по-любому, это не клипсы. Девочки, это... Боже мой, здесь маркировки. Ну, я вообще, я даю, конечно. Сама себе удивляюсь. Сейчас посмотрю, что это такое. Чудесно. Это не клипсы. Это или шу-клип, или просто вот клипса какая-то для украшения. Знаете, это дресс-клип, который очень тугой и очень трудно открывается. Но вот я пытаюсь вам показать. Но, тем не менее, видите, вот здесь вот такие зубчики. То есть, это может быть даже и на обувь, и украшение для обуви, или украшение для одежды. Может быть, для какого-то шерстяного свитера, вот чтобы не попортить ткань. Вот можно его надеть. Потому что, видите, вот такая вот у него здесь вот такие зубчики. Сейчас я рассмотрю, что там написано на обратной стороне. Вы знаете, маркировки не... Это не маркировка, это номер патента. Здесь написано патент и номер. Очень трудно это разобрать, но под лупой я нашла. Вот так вот, видите, он открывается. Он не такой, на самом деле. Я просто неправильно его открывала. Его надо открывать вот здесь, вот за эту вот часть. Вот так вот. Короче, и, конечно, это нельзя носить как липсы. Но я вам хочу сказать, что, допустим, это можно надеть как колье и как дресс-клип вместе. И это будет очень красиво вместе, мне кажется, на мой взгляд. И плюс еще, если добавить на руку вот этот браслет, будет такой вот прекрасный, замечательный комплект. Тем более, что ожерелье Кора всегда приятно. Еще одно винтажное ожерелье. Вы видите, у меня сегодня нету брошек совсем. Ну, даже как-то у меня не получилось с брошками. Вообще ни одной. Нет, одна брошка цветочек. А так у меня совсем... Ну, не было в этом магазине. Я прям делаю вот разбор вот этих вот вещей, которые я купила в одном магазине. Там не было брошек. Вот такое интересное, видите, интересное, по-моему, это тормозет украшения. Конечно же, винтажное. Я находила подобные украшения в интернете. Тоже за них, в общем-то, хотят немало. Хотя на нем нету маркировки. Да, давайте посмотрим хорошо. Крючок вот такой вот обычный. Интересная такая цепочка. Значит, если маркировки вот здесь вот нету, то ее и нету. Нет, нету. Но по обратной стороне и по дизайну, и по всему я вижу, что это винтажное ожерелье. Где-то, наверное, 50-е, 60-е. Очень интересного цвета, необычного цвета, я бы сказала. Такой салатовый, зелено-болотный, зелено-такой, зеленого перца цвет. Необычной формы, необычные такие звенья. Хорошо сделано, хорошо сохранилось. Прекрасное ожерелье. Необычное, очень интересное. Не маркированное, к сожалению, но не умоляет это его достоинство, потому что оно красивое, необычное и интересный цвет, форма и качество хорошее. Ну и последняя вещь, которую мне посчастливилось найти. Вы знаете, это очень редкая вещь. Это крючок или клипса для перчаток. Я ни разу не видела в наших секондах, в наших магазинах ничего подобного. Первый раз я это встречаю. Я видела на показах, девочки показывали, девочки, которые показывают украшения, я видела на видео это. Но ни разу ни в одном из наших секондов я не смогла это найти. Это, конечно, вещи очень винтажные. Их очень давно уже не производят. Вот на такой цепочке. И оценили его в 2,99. То есть ребята, которые в этом магазине, продавцы или те, кто оценят вещи, они совсем не шарят. Совсем. Потому что это очень редкая вещь. Продают их тоже где-то за 40, 50, 60 долларов. И редко можно уже найти такую вещь в наших секондах, потому что она действительно очень старенькая. Это такие вещи, которые уже давным-давно никто не делает. Как это работает? Вот это вот продевается, допустим, за ручку сумки. Вот так вот надевается. И висит на сумке. И вы снимаете перчатки. Вкладываете их вот в это вот кольцо. Зажимаете. И у вас перчатки всегда под рукой. Если у вас нет карманов. Если вы не хотите класть их в сумку, потому что они мокрые. Или потому что они вам, может быть, нужны. И вы не хотите их потом в сумке искать. А это вот красиво, удобно. Но, к сожалению, в наше время никто не пользуется такими вещами. Это скорее как просто вот такой винтажный сувенир, вредитетная вещица такая. И больше даже для коллекции. Коллекционеры их собирают. А вот так для носки, для использования, конечно, в наше время никто этим не пользуется. У всех есть карманы. У всех есть место в сумке. Люди передвигаются очень много на машинах, на автомобилях. Там вообще это все, конечно, как бы не актуально. Но как коллекционная вещь, она, конечно, прекрасная. Очень редкая вещь. И посмотрите, какая интересная у нее инкрустация. Или это гравировка. Я не знаю точно, как определить этот термин. И вот такая вот здесь клепка. Они иногда бывают с красивыми здесь бусинами, какими-то кристаллами. Вот такая вещь была найдена мной всего лишь за 3 долларов в нашем секунде. Я считаю, что это очень хорошая ценная находка. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой у нас сегодня был показ. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что если вы у меня на канале первый раз, то вы останетесь у меня на канале. Потому что я показываю не только украшения, но также одежду, магазины, обзор магазинов, примерки. И все, что мы, девочки, любим. А на сегодня все. С вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok